Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию сейчас будет представлена программа для сетевого маркетинга. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Обратите внимание, что пользователь – это не дистрибьютор. У дистрибьюторов у вас может быть огромное количество, а вести в учет будут именно штатные сотрудники организации. У сотрудников могут быть индивидуальные права доступа, чтобы они видели лишь ту информацию, которая входит в зону их полномочий. И только директор будет видеть все аналитические отчеты, которые видны под ролью «main», что с английского означает «главный». Давайте зайдем в программу под главной ролью, чтобы посмотреть все имеющиеся возможности. Программа максимально простая. Меню расположено слева. Оно состоит всего из трех разделов – модули, справочники и отчеты. Сначала в справочниках задаются настройки. Именно там каждая организация может составить свой собственный маркетинг-план с нужным перечнем квалификаций. Вы можете придумать любые названия квалификаций, которые будут присваиваться дистрибьюторам. К каждой квалификации укажите ее позицию, чтобы было понятно, в каком порядке участники будут добиваться этих званий и регалий. Например, самую низшую квалификацию мы назовем «курьер». Универсальная система учета – это профессиональное программное обеспечение, поэтому оно позволяет не просто вести учет, но и визуализировать информацию, чтобы ее было легко воспринимать. Поэтому у всех пользователей есть возможность присвоить картинку для каждой квалификации. Выбор осуществляется из богатой коллекции изображений, которая разделена на группы. С чем ассоциируется слово «курьер»? С идущим человеком. Поэтому мы можем выбрать именно такое понятное изображение. Чем выше квалификация, тем более впечатляющая может быть картинка. Например, самой высокой квалификации присвоим образ короля. Теперь каждой квалификации можно задать настройки, касающиеся маркетинг-плана вашей организации. В первую очередь это проценты, которые будет получать каждый участник. Они задаются на первой вкладке «Проценты дистрибьюторам». Участники имеют возможность получать проценты как с личных продаж, так и с продаж разных уровней всей группы. Например, те, кто имеет квалификацию «Стажер», будут получать 18% со своих продаж, и 5% с продаж дистрибьюторов первой линии. А участники со званием «Менеджер» уже смогут получать доход и со второй линии своей группы. Вы с легкостью настроите проценты так, как вам хочется. Интеллектуальная программа «УСУ» поддерживает даже разный процент в зависимости от количества накопленных баллов. Например, у квалификации «Курьер» минимально бывает 15, а максимально 18, при набранных 250 баллов. Иметь самую низкую квалификацию не очень выгодно, поэтому каждый участник будет стремиться перейти на следующий уровень. Что для этого требуется, вы сможете указать здесь же, в настройках программы. Например, давайте выделим вторую по счету квалификацию, которая называется «Стажер». Справа от названия видно, что для получения данной регалии участнику необходимо набрать 750 баллов личного объема, причем сделать это требуется за три предыдущих месяца. Еще бывают требования не только к личному объему, но и к количеству участников группы. Их перечисляем на второй вкладке. Например, для получения квалификации «Стажера» необходимо иметь трех курьеров в первой линии своего дерева. А чтобы стать менеджером, уже требуется, чтобы в первой линии 5 человек выросли до уровня «Стажера» и так далее. Чтобы участникам еще больше хотелось выполнить план и получить новое звание, можно назначить крупную единоразовую премию за присвоение новой квалификации. Это делается на третьей вкладке. Сумма премии может вставляться в разной валюте, так как сетевой маркетинг сейчас легко выходит за границы определенного государства. Но чтобы премию выплачивать не просто так, есть возможность перечислить определенные требования и к количеству баллов, набранных группой. Причем здесь программа УСУ поддерживает более сложный алгоритм проверки активности участников группы. Есть возможность не только задать групповой объем за месяц, но и указать на протяжении скольких месяцев подряд требуется набирать данное количество баллов. Более того, при расчете группового объема можно учитывать баллы не всех участников группы поголовно, а лишь определенных квалификаций. Чтобы не получилось, что дистрибьюторы с самой низкой квалификацией, коих большинство одними только своими взносами, заработают премию всем вышестоящим. Дистрибьютором могут начисляться ежемесячные бонусы. В нашем примере у двух самых высоких квалификаций есть начисление бонусов. Директора будут получать 5% в качестве бонусов со всех начальников отдела своей группы, начиная с 6 уровня и ниже. А кто дорастет до генерального директора, уже будет получать бонусы не только с начальников отдела, но и с простых директоров. Вот и все. Посмотрите, как в профессиональной системе учета сочетается большое количество возможностей с легкостью настройки. Все настройки располагаются в одном единственном справочнике, который можно заполнить в соответствии с собственным маркетинговым планом без необходимости перепрограммировать программу. Далее давайте посмотрим основную работу с дистрибьюторами. Если настройки были в справочнике, то основная повседневная работа ведется в модуле. Которая так и называется – дистрибьюторы. Для наглядности в демонстрационные версии уже внесены некоторые люди. Имена им присвоены вымышленные. Первый дистрибьютор, второй, третий и так далее. Каждому участнику можно указать не только имя, но и пин-код. Если вы начинаете работать в нашей программе и ранее пин-коды у вас не использовались, то выдумывать их не нужно. Программа сама присвоит каждому партнеру уникальный числовой идентификатор. Слева в колонке желтого цвета мы видим имя наставника для каждого участника. Сейчас перед вами табличное представление информации, но вы также имеете возможность отобразить всех людей в виде дерева, чтобы лучше понимать связи. Вот, мы видим главного партнера. Если его раскрыть, станут видны его подопечные. Таких ветвей можно раскрыть большое количество. Именно поэтому данное представление называют деревом. Картинка возле имени каждого участника соответствует его званию. Универсальная система учета сама проанализирует, чего не хватает данному человеку для присвоения следующей квалификации. Данную информацию есть возможность как подробно прочитать в текстовом виде, так и оценить беглым взглядом в виде процента, который участник выполнил для достижения следующей цели. Таким образом, у вас есть отличная возможность сконцентрироваться исключительно на продажах и увеличении количества агентов, а все сложные расчеты по неограниченному количеству партнеров наша интеллектуальная программа возьмет на себя. В правой части экрана можно посмотреть подробнейшую статистику по каждому человеку, иерархию по всем вышестоящим партнерам, данные непосредственного наставника, количество лично привлеченных дилеров и сколько привлекла группа, распределение ниже стоящих партнеров по уровням, сумма потраченных финансовых средств, количество накопленных баллов за разный период времени, личный и групповой объемы, выплаченные средства и оставшийся долг. Есть даже возможность сохранить в базе данных фотографию, чтобы знать каждого участника в лицо. Двойной щелчок на любом человеке отобразит его в табличном представлении. Здесь тоже есть необходимая статистическая информация, которая для большей наглядности разделена на колонки разных цветов. Желтая колонка – наставник. Оранжевые столбцы – количество привлеченных людей, лично участникам и его группой. Зеленые поля – это финансовые внесения. Синие колонки – накопленные за период баллы. Фиолетовые столбики предназначены для учета взаиморасчета с участником. Вы можете работать в обоих представлениях – и в виде таблицы, и в виде дерева. У каждого есть свои преимущества. Дерево можно полностью развернуть или полностью свернуть. Также есть возможность воспользоваться поиском в верхней части экрана, чтобы моментально найти нужного человека. Теперь давайте поговорим о том, как зарабатывают участники многоуровневого маркетинга, сокращенно MLM. Чтобы заработать, дистрибьютору нужно продавать. Продавать можно хоть товар, хоть услуги. Что внесете в справочник номенклатуры, то и будете продавать. Все максимально просто. В программе есть возможность работать с разными прайс-листами. Например, дистрибьюторам из разных стран цены можно выставлять в разной валюте. Здесь же указывается и количество баллов, которые дилер заработает при продаже каждого вида продукции. Сами продажи отмечаются в специальном модуле, который так и называется – продажи. Сверху нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем команду «Добавить». Так добавляется факт продажи. При этом просто выбирается нужный дистрибьютор. А снизу перечисляем списком продукцию, которую он приобретает в этот день. Если сейчас перейти в представление в виде дерева, мы увидим, что у купившего продукцию агента появился личный объем, а у всех его вышестоящих кураторов появился групповой объем. После проведения продажи участникам добавляются только баллы. В конце каждого месяца подводятся итоги и виртуальные баллы превращаются в реальные деньги. При этом учитывается курс балла, который при необходимости можно периодически изменять. Программа УСУ подводит итоги автоматически. Для этого в модуле дистрибьюторов в конце месяца достаточно будет нажать на действие «Провести начисление». Даже если у вас в базе данных будет огромное количество людей, программа достаточно быстро проанализирует весь объем информации, подберет процент, начислит вознаграждения и бонусы, назначит новую квалификацию и финансовую премию тем, кто выполнит план. В это же время у сотрудника фирмы появятся всплывающие уведомления по тем дистрибьюторам, которых нужно будет поздравить с новой квалификацией. И все поздравления запишутся в план работ, чтобы ни про кого не забыть, если вы планируете поздравить агентов не сразу же, а на следующий день. Если вы не поздравляете каждого участника лично, можно будет настроить автоматическую смс-рассылку с этой хорошей новостью. Просматривать и контролировать начисления можно сразу из нескольких мест. В первую очередь, в одноименном модуле вы сможете посмотреть начисления за любой период времени. По колонке «Вид начисления» сразу будет понятно, за личную или продажу данное вознаграждение или за продажу, совершенную участником из вашей группы. В модуле «Продажи» можно будет просмотреть в разрезе каждой сделки, кому и в каком объеме было начислено вознаграждение. И, наконец, по каждому участнику многоуровневого маркетинга также имеется возможность проанализировать, из каких именно составных частей складывается его общее вознаграждение. Если есть начисления, то должны быть и агентские выплаты. Мы с вами уже посмотрели три главных модуля, в которых ведется основная работа в программе. Дистрибьюторы – это люди, которые покупают. Продажи, в которых отмечается приобретаемый товар или услуги. Начисление вознаграждений. И теперь остается четвертый модуль – выплаты. Здесь все проще простого. Показываем, когда, каким образом, кому и сколько именно было выплачено. При этом в модуле дистрибьюторов возле нужного имени у нас появляется оплаченная сумма и пересчитывается долг организации перед агентом. Также фирма может ввести учеты любых других расходов, чтобы в аналитической отчетности вы могли видеть полную картину по доходам, расходам и полученной ежемесячной прибыли. А теперь давайте посмотрим огромное количество управленческой отчетности, которая поможет любому руководителю профессионально управлять бизнесом. Все аналитические отчеты аккуратно разделены по папкам. Основная папка содержит финансовые отчеты. Вы сможете контролировать общие обороты денежных средств и смотреть актуальные остатки по каждой кассе и банковскому счету. Будет возможность контролировать все виды расходов и динамику их изменения с течением времени. Программа сама рассчитает прибыль за каждый месяц вашей работы. Смотрите текущую покупательскую способность при помощи отчета средний чек. Анализируйте, в каком ценовом сегменте покупают больше всего продукции. И так далее. Финансовых отчетов очень много. Но помимо денег важно анализировать еще и товар, который вы продаете. Как и в случае с деньгами, в первую очередь требуется контролировать общий оборот и актуальные остатки товара. Причем можно посмотреть не только количество, но и на какую сумму имеется товара по каждому складу и филиалу. Есть возможность отобразить точное количество проданной продукции и сравнить категории товаров по популярности. Выявляйте изделия, которые вовсе не покупают. Чтобы исключить упущенную прибыль, работайте на опережение и заранее пополняйте запасы заканчивающегося товара. Наша интеллектуальная программа может даже составить компьютерный прогноз, чтобы показать, по какому виду продукции, на сколько дней без перебойной работы ее хватит. Теперь переходим к анализу дистрибьюторов. Автоматически составляйте рейтинг дистрибьюторов, чтобы видеть, кто приносит вашей организации наибольший доход. Также есть рейтинг по активности агентов. Вы можете видеть тех, кто привлек наибольшее количество партнеров. Важным показателем развития многоуровневого маркетинга является постоянный прирост клиентской базы. Прирост можно посмотреть на линейном графике за весь период работы. Также имеется возможность помесячно оценить прирост по сравнению с прошлым годом. Наша профессиональная программа позволяет даже анализировать географическую экспансию. Вы можете на карте посмотреть страны, в которых у вас больше всего дистрибьюторов. Чем больше людей, тем более зеленый цвет используется для окрашивания страны. В углу географического отчета вы увидите так называемую легенду, которая и поясняет связь цвета с количеством агентов в стране. Географический анализ можно проводить не только по количеству дилеров, но и по деньгам, которые вы заработали на продажах в каждой конкретной стране. Имеется даже более детальный анализ по городам каждой страны. Чем больше партнеров вы привлекли с определенного города, тем больше и зеленее будет круг возле названия города. Потрясающая визуализация результатов вашей работы. Мы показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать именно вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно. Продолжение следует... Продолжение следует...